Турк Один турок, друг моего отца, спас его и в течение трех дней, двигаясь тайными дорогами, вывел его к русской армии. Иногда в подходящих случаях при гостях, когда в разговоре всплывала эта тема, его глаза увлажнялись и он выговаривал. Турки были хорошими, турецкий крестьянин всегда был благожелательным к армянину. Он был настолько дальновидным, что под конец обязательно повторял это. Турецкий крестьянин, даже вся турецкая нация, хорошо относились к армянам. Армяне были им близки, но курды воспользовались этим. Курды здесь натворили много плохого, ограбили нас. Они отбирали даже те наши вещи, которые были при нас. Османские армяне восстали в 1915 году. Они были подданными Османской империи. Они предали присягу и устроили восстание, чтобы получить политическую независимость от Османской империи. Они преследовали политические цели. Смерти, последовавшей за этим, не было геноцидом по определению. Сами османские армяне на Парижской мирной конференции в 1919 году хвастались, что они в 1915 году присоединились к державам Антанты и стали участниками войны. Армяне отказались от своей лояльности Османской империи и сражались вместе с Россией и Францией, которые тогда были врагами Османской империи. Армяне сражались как участники войны. Так что они погибли на войне. И это не убийства, связанные с геноцидом. Из всех соответствующих сторон, участвовавших в Первой мировой войне, только Армения отказалась открыть свои архивы. Турция, Франция, Германия, Россия, Великобритания, США открыли свои архивы. Только Армения удержала их в секрете. И тут напрашиваются определенные выводы. Что вы скрываете, армяне? Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok